Повестка дня Вот Миллер на днях доложил президенту Путину, что мы продали за прошлый год 192 миллиарда кубических метров газа. Мы быстренько посчитали, сколько это стоит. Оказывается, на каждого жителя только один миллиард продал по 26 миллионов рублей. Вы богатые люди. Вы здесь сидите миллионеры. По 26 миллионов у вас в кармане. У всех. И стоящие нас в том числе. А где деньги? Мы их видим. 21 миллион граждан за чертой бедности. А у нас еще есть нефть, еще есть газ, есть еще уголь, древесина. Если все это посчитать. У нас Медведев из читателя решил переквалифицироваться в писатели. Они объявили, что в reo.ru будет премьер-министр начнет, а дальше все министры, замы, преды начнут вещать. Мало лапши на уши вешают через телеканалы. Теперь они целевым порядком будут эту лапшу навешивать. Прямо до колен. Потом убирайте эти колены. Однако, наверняка не будут говорить, что в 2018 год господин Медведев полностью провалил национальный проект. Счетная палата. Вчера у нас был один из аудиторов счетной палаты. Показывает, что за 2018 год провалено показатель по росту численности. Мы должны расти, так сказать, по рождаемости и смертности. Провалена продолжительность жизни. Идет уменьшение. Провален рост доходов. Идет уменьшение. И уровень бедности вот здесь растет. Все провалено. Если он будет об этом говорить, флаг ему в руки. Мы ему поможем. Еще дадим кое-какие цифры. Объявили амнистию на капитал в страну. Приход капитала в страну. Мы законом это провели. Мы предупреждали Единую Россию и правительство, что вместо того, чтобы капитал приходил в страну, он будет убегать. Вот вам цифра. Только в январе этого года увеличился отток капитала в полтора раза. 10,4 миллиарда долларов. И что же вы делаете? У нас и так средств нет. Исходя из ситуации, социально-экономической ситуации, капитал, наоборот, убегает за границу. И где же ваши, так сказать, заградительные все эти меры, мероприятия? Оказывается, все наоборот. И они молчат. Ничего не делают. Ребята, ну давайте это скажем. Такими темпами у нас скоро из бюджета останется половина. И ВВП будем считать в долларах Соединенных Штатов Америки, Франции, Италии, Англии. Там будем прибавлять. И все туда утечет. Не бьют в колокол, совершенно не бьют в колокол. И вчера позорище, самое настоящее. Суверенный интернет. Проголосовали в первом чтении. После закона о том, что нельзя дураков дураками обзывать, в том числе работающих в правительстве Российской Федерации на креслах губернаторов, вот вам, пожалуйста, будет суверенный интернет. Мне понятно, абсолютно и нам понятны Компартии, что интернет сегодня уже практически обгоняет по доставке информации населения. Телевидение обгоняет. В телевидении одно вранье. Что посмотришь, насилие, песни, пляски и возвеличение президента Путина, Медведева и Единой России. Все, там нет оппозиции. Совершенно нет оппозиции. Если в таком виде будет принят закон по суверенному интернету, то у нас останется 100 человек, которые пользуются мобильным телефоном и все. Вот чего они добьются. Но это ненормально. Наша оппозиция категорически отрицательная. Мы не голосовали, голосовали против данного закона. И там поправки его не изменишь. Российская буржуазия, правящий класс, олигархия проводит весьма губительную для страны политику, весьма наглого грабежа нашего населения. И когда слышит критику за такую политику, почему-то очень сильно обижается. Недавно в Государственной Думе лидер нашей партии Геннадий Андреевич Зюганов выступал с весьма жесткими оценками того, что происходит в реальной ситуации. И после этого гражданин Дерибаска почему-то очень обиделся на эти оценки и подал на лидера нашей партии в суд. Мы считаем, что то, как нам представляется реальная ситуация в области алюминиевой промышленности, это абсолютно правильно. Потому что сейчас, после того, как в прошлом году Соединенные Штаты резко усилили санкционное давление на наш правящий класс, на олигархию, те, в свою очередь, начали прогибаться и делать очень серьезные уступки, противоречащие национальным и государственным интересам нашей страны. Тот же самый Дерибаск фактически согласился на уменьшение доли своих акций, на замену практически полную Совета директоров и по факту перестал контролировать ту бизнес-империю, которую он создавал в 90-е годы на руинах Советского Союза, скажем так, с сомнительными процедурами приватизации и всего остального. Теперь даже российский буржуй больше не контролирует фактически нашу отрасль, а лишь является немым зрителем, участником того, как Соединенные Штаты и финансовые власти будут управлять российским алюминием. Я напомню, что речь идет более чем о трех миллионах стратегического сырья в год, который представляет огромный интерес для ракетно-космической отрасли Соединенных Штатов, для их авиационной и военной промышленности. Мы с вами зачастую, может быть, не отдаем даже себе полного отчета о том, насколько важен алюминий в современном производстве. Это не только банки с газировкой, это высокотехнологичное производство, и когда вместо банок с Кока-Колой в Россию полетят снаряды суперсовременных американских самолетов, вот тогда уже будет поздно, и нужно понимать, что сегодня для этого создаются все предпосылки. Более того, необходимо очень четко понимать, что тот же самый Терепаска фактически не получает никакой компенсации за уменьшение доли своих акций. Если мальчиш-плохиш-хрестоматийный продавал родину за банку варенья и корзинку печенья, то российский буржуйя остается сносом, потому что его более крупный собрат, международная финансовая и промышленная олигархия, в общем-то своего мелкого брата, бьет совершенно не стесняясь и добивается полной защиты своих интересов, но ни в коем случае не оглядывается на национальные и государственные интересы России. Более того, нужно понимать, что тот же самый Терепаска имеет непосредственное отношение к тому, что прежде называлось семьей, это ближайшее окружение Ельцина, которое во многом оказывало влияние на политику президента и в немалой степени способствовало тому, как формировалась и экономическая, и социальная политика, и в значительной степени несет ответственность за ту ситуацию, которую мы имеем на сегодняшний день. И то, что сейчас на этом фоне происходит попытка открытия филиала Ельцин-центра в Москве, я считаю, это исключительно симптоматично. Нужно отдавать себе отчет в том, что все это взаимосвязанные вещи, и то, что сегодня, не считаясь ни с чем, производится, ну просто самый настоящий хагрум дворянской усадьбы для того, чтобы открыть, это позорное капище, которое уже в Екатеринбурге четвертый год подряд отравляет сознание наших людей. То же самое пытаются сделать и в Москве. На прошлой неделе мы уже провели встречу депутатов с избирателями по этому вопросу, в общем-то получили очень хороший отклик москвичей. Население в значительной мере пока еще остается в неведении того, что затеяли администрации президента, пытаясь открыть Ельцин-центр. Но любого, с кем ты затеешь разговор по этому вопросу, высказывается резко негативно и категорически против того, что в Москве открывался филиал этого безобразия. Нужно понимать, что сегодня только массовые общественные действия в состоянии повлиять на реальную политику. И удел одиночек оставаться неуслышанными. Именно поэтому мы сегодня инициируем процесс, в том числе и в защиту чести и достоинства нашего лидера Геннадия Андреевича Зюганова. Мы считаем, что он абсолютно правильно сделал, что дал жесткие оценки тому, как российская бурразия, олигархи проводят свою политику не в интересах населения, а в защиту собственного кошелька. Поэтому сегодня в 15.30 на улице Марии Кожиной, один около офиса «Русала» будет проходить встреча депутатов КПРФ с избирателями по вопросу о необходимости национализации всей алюминиевой промышленности. Мы считаем, что недопустима ситуация, когда американцы со своими приспешниками будут контролировать ключевую отрасль для нашего государства. Мы считаем, что уже давно эта промышленность должна быть передана в руки государства и управляться исключительно на плановых началах. Собственно, крупнейшие европейские государства так и поступают. У них все это находится под жестким государственным контролем, и никто не допускает самодеятельности и уж тем более сдачи национальных и государственных интересов в пользу третьих государств, которые запросто могут через некоторое время из вероятного противника стать противником реального. Мы видим, что Соединенные Штаты ведут абсолютно недружественную политику по отношению к России, всячески пытаются прижимать нашу страну по всем направлениям в дипломатической, информационной и экономической сфере. И то, что сегодня внутри нашей страны находится самая настоящая хатая колонна, которая готова их поддерживать, это для нас крайне опасная тенденция. Мы считаем, что у нас есть все возможности для того, чтобы защитить свои интересы, но для этого необходимо консолидировать общество на социалистических принципах, а не на индивидуализме, не на принципах погони за прибылью и всем остальным, что сейчас очень характерно для действующей власти. Поэтому мы будем добиваться того, чтобы мы были услышаны, приглашаем всех поддержать нас. Мы уверены, что именно за нами находится правда. Поэтому сегодня, когда мы будем проводить нашу встречу, мы не только доведем это до населения, но и надеемся, что все представители средств массовой информации широко откликнутся на это, дадут хорошее освещение, и благодаря этому мы сможем добиться торжества правды. Приглашаем вас поддержать нас. Вопрос, касающийся обманутых дольщиков. Здесь проводились парламентские слушания, круглые столы. Наша фракция провела уже два круглых стола. Есть масса рекомендаций, но, как говорится, лед не тронулся, и беда остается. У нас обмануты вкладчики банковских вкладов, у нас обмануты фермеры, обмануты народ, обмануты пенсионеры. Но вот мы предлагаем решить вопрос по обманутым дольщикам, у которых не достраивается квартира, а деньги забраны, целевой программой. Мы подготовили парламентский запрос и обращаемся к правительству и настаиваем на том, чтобы такая целевая программа по достройке вот этих домов заброшенных по разной причине жилищные комплексы, которые не сдаются, по разным причинам. Кто-то не оформление документации, кто-то разворованное средство инвесторов и дольщиков, кто-то разбежался, развалился. Так вот, есть этот выход, конституционный выход, и бюджетный кодекс позволяет сделать такую целевую программу, достроить эти дома, чтобы в квартирке получили жители, а дальше разбирались с подрядчиками. Кто разворовал, кого посадить, у кого отобрать собственность, это уже второй вопрос. Мы такой парламентский запрос от нашей фракции с Денисом Андреевичем подготовили. Он сейчас проходит экспертизу юридическую, направлен к председателю, и будем настаивать в ближайшем времени на пленарном заседании, что этот документ был принят. Это реальный выход. Сегодня идут только разговоры вокруг того, что есть эта беда, обманутые дольщики. А конкретных мер, как достроить, никто не предлагает. Тем более, что дорожные карты правительства Российской Федерации, которые они выстроили пять лет назад, все сорваны, все дорожные карты не выполняются, жилищные комплексы, которые сегодня не достраиваются, есть, которые не достраиваются. И самое главное, что новые обманутые дольщики опять появляются. Их становится в количественном виде, в численности обманутых дольщиков. Больше, все больше и больше. То есть, те заградительные меры в качестве закона, которые были приняты по настоянию, в том числе, правительству и нашему, оно недостаточное. Вот эта мера, мы убеждены, позволит, первое, достроить эти жилищные комплексы, и второе, прекратить вот это безобразие с обманутыми дольщиками. Этот механизм в Российской Федерации надо запрещать. Его не должно быть. Редактор субтитров А.Семкин